Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я бы хотел вам привести пример применения линейного регрессионного анализа в реальных жизненных ситуациях. Не гарантирую, что кейс будет суперинтересным и жизнеутверждающим, но, по крайней мере, будет полезным. Итак, поехали! Кейс у нас вот какой. У нас есть данные по различным регионам России, для которых был измерен индекс поддержки некого гражданина Навального незадолго до выбора в 2018 году. Также для них были измерены размер популяции, валовый внутренний продукт и подушевой доход средний. Ну и, собственно, перед нами стоит задача понять, а, собственно, связан ли индекс поддержки Навального с вот этими вот тремя показателями, если связан, то как. И причем гипотеза в том, что он связан по-разному для национальных регионов России и для ненациональных регионов России. Для начала мы с вами просто возьмем и посмотрим на данные. Ну, это нормально так делать. Хороший способ смотреть на данные – это матрицу диаграмм рассеяния сразу нарисовать. У нас получается, по диагонали идут эмпирические плотности распределения для четырех наших переменных. Например, вот это вот эмпирическая плотность распределения для популяции, валовый внутренний продукт, подушевой доход и, собственно, индекс, который мы измеряли. Вот это аналог гистограммы, только она такая сглаженная. Короче, это что-то вроде сглаженной гистограммы. Вот на пересечении, не на диагонали, у нас лежат диаграммы рассеяния, парные диаграммы рассеяния для переменных. Например, вот по этой строке идут диаграммы, где по оси Y у нас население. Соответственно, здесь по оси X будет ВВП, здесь население, здесь население, здесь доход. Здесь, опять же, население, здесь индекс. Ну и так далее. Здесь ВВП, здесь доход. Вот, в общем-то, по диаграмме нам в первую очередь в глаза бросается то, что распределения у нас все очень сильно несимметричные и, вообще говоря, ненормальные. Но, с другой стороны, мы видим, что в целом у нас нету каких-нибудь таких вот дурацких выбросов, либо здесь, либо здесь. Либо иногда бывает, например, если данные какие-то содержат слишком много нулей, потому что их не меряют, у нас может быть выброс, вот здесь вот такое. У нас этого нет, у нас, в принципе, данные корректные. Просто известно, что и ВВП, и доход, и население, они никогда не распределяются по нормальному закону. И если еще с первой половины прошлого века, с посыла Андрея Николаевича Калмогорова, у нас население и финансы считались распределенными по логнормальному закону. Логнормальный – это такой закон, что логарифм, грубо говоря, логарифм от количества населения у нас должен быть распределен нормально. Логарифм от ВВП тоже должен быть распределен нормально. Но в последнее время про такие вещи, как количество доходов, особенно это верно для капиталистических обществ, количество доходов имеет степенной закон распределения, то есть закон распределения вида единицы делить на х в какой-то там степени. И то есть он не обязательно должен быть логнормальным, возможно, его нужно преобразовать как через обратное распределение. В общем, какая сейчас перед нами задача стоит? Наша задача стоит преобразовать переменные так, чтобы у нас была не такая вот дурацкая картинка, где все наблюдения кучкаются в одном углу, а несколько наблюдений стоят очень далеко от них. В общем-то здесь нам сложно будет настраивать какие-то модели по таким данным. Нам желательно привести наше распределение к какому-то виду, либо чтобы они были похожи на нормальные, либо чтобы они были похожи на равномерные распределения. Будем заниматься преобразованием переменных. Преобразование... Я здесь уже написал, какие я делал. Популяцию... Население традиционно было прологарифмировано. Вот ВВП и доход я не логарифмировал, а сделал обратные зависимости. Ну и индекс тоже прологарифмировал, потому что он очень сильно похож на налог нормальный. В итоге получилась у нас следующая картинка, более приличная. По крайней мере все распределения, они внешне похожи на что-то симметричное, унимодальное, возможно даже нормальное. По крайней мере гипотезу о нормальности они проходят. Но так как мы с вами будем делать регрессионный анализ, нам нормальность распределения переменных не обязательно. Нам нужна нормальность распределения кое-чего другого, но это после. Вот. Мы можем видеть из картинки, здесь построены такие эмпирические двухмерные плотности распределения, точнее линии уровня. Также для наших переменных посчитаем коэффициент корреляции спирмана. Ну спирмана будем считать, потому что все-таки не будем связываться с нормальностью переменных. Посчитаем более слабый коэффициент, но тем не менее он на самом деле для нас будет показательным. Вот здесь у нас дана таблица корреляции. Мы видим, что у нас население плохо коррелирует с ВВП, плохо коррелирует с доходом и в общем-то нормально коррелирует с индексом. Также ВВП у нас, ВВП очень сильно коррелирует с доходом. Это нам тоже потом боком выйдет. Ну и также коррелирует нормально с индексом и доход также коррелирует нормально с индексом. Вообще говоря, в приличном обществе, когда вы делаете таблицу корреляции, у вас для каждого коэффициента корреляции нужно еще проверить гипотезу о том, что он не равен нулю. Точнее как, мы берем нулевую гипотезу, что коэффициент корреляции, например, население и ВВП на самом деле равен нулю. И считаем для него p-value. Вот у нас в табличке написано p-value. П-value у нас достаточно большой, 0,75. Это сильно больше, чем 0,05. И на уровне значимости 0,05 мы принимаем, мы не можем отвергнуть гипотезу о том, что корреляция между населением и ВВП равна нулю. Поэтому мы считаем, что они равны нулю. Но точно так же для корреляции населения и дохода мы считаем, что эта корреляция равна нулю, потому что мы принимаем эту гипотезу. Для всех остальных корреляций у нас, как мы можем видеть, получаются достаточно маленькие p-value. Поэтому мы считаем, что они не нулевые и опираемся на данные из первой таблички. Так, на наши данные мы посмотрели и приняли решение строить модель линейной регрессии. Что такое модель линейной регрессии? Модель линейной регрессии – это у нас следующая конструкция. Мы предполагаем, что у нас есть зависимая переменная, значение которой определяется значениями независимых переменных. Вот у нас есть три независимых переменных, мы выделяем население, ВВП и доход. И говорим, что индекс определяется значениями этих переменных, плюс некая случайная добавочка. То есть значение нашего индекса зависит от некоторого набора факторов, три из которых основные, мы их выделили, а все остальные, они довольно мелкие, их очень много, и в общем-то каждый из них сам по себе не является каким-то определяющим, но все вместе они формируют вот такую вот случайную добавочку. В конце, и так как их много, и они все малозначимые, то они должны быть распределены нормально, если верить центральной предельной теореме. Наша модель называется моделью линейной регрессии, потому что наша зависимая переменная индекс линейно зависит от каждой из независимых переменных. Что значит линейно? Это значит вот такая вот штука, что у нас мы умножаем значение первой переменной на какое-то число, плюс умножаем значение второй переменной на какое-то число, умножаем значение третьей переменной на какое-то число, И все вместе их складываем. То есть у нас вклады каждой из трех переменных являются независимыми друг от друга. То есть они просто суммируются. И вклады являются линейными. Ну, то есть если мы, например, у нас население будет в два раза больше, то значит и вклад населения в наш индекс тоже будет в два раза больше. Если население будет в три раза больше, то вклад населения в индекс тоже будет в три раза больше. Собственно, предположение у нашей модели 4 основных. Первое предположение это линейность, то про что я сейчас сказал. Это то предположение о том, как именно факторы влияют на значение нашего индекса. Второе это предположение о нормальности остатков. Это как раз про то, что наши остатки являются следствием суммы большого количества маленьких факторов, которые мы не учитываем. То есть они должны быть распределены как ошибка. Если они ненормальны, то можно предположить о том, что существует еще какой-то существенный фактор, который мы не учли и значит наша модель не очень хорошая. Гомоскедостичность остатков. Гомоскедостичность это про то, что, скажем так, распределение наших остатков, распределение вот этой вот случайной добавочки, оно не зависит от значения независимых переметров. То есть, например, для регионов с маленькой популяцией и для регионов с большой популяцией у нас вот эти вот случайные факторы, они действуют одинаково. То есть нет такого, что для регионов с маленькой популяцией у нас маленькая дисперсия отклонения, а для регионов с большой популяцией, например, большая. Или наоборот. Точно так же про ВВП и доход. То есть, это наша маленькая добавочка Epsilon не должна зависеть ни от одного из факторов. Ну, это достаточно нормальное предположение. И отсутствие мультиколлинеарности, которое говорит про то, что факторы также должны быть независимы друг от друга. То есть, если у нас, например, ВВП и доход очень сильно друг с другом коррелируют, то на самом деле нам тяжело говорить о том, у нас ВВП вносит вклад в значение индекса или доход вносит вклад в значение индекса, потому что эти две переменные описывают примерно одно и то же. Поэтому мультиколлинеарность у нас быть не должно. Параметры моделей регрессии оцениваются традиционно по методу наименьших квадратов. Здесь мы это рассматривать не будем, потому что в различных программах для статистической обработки данных это уже все реализовано. Поэтому мы сделаем вот следующую маленькую вещь. Ее можно на самом деле не делать, но я решил сделать это сразу, нормировать наши независимые переменные. То есть, мы берем нашу переменную и делим ее на Standard Deviation, на стандартное отклонение. То есть, это вот это маленькое, это S, которая равняется корень из выборочной дисперсии. Вот. Это нужно для того, чтобы стандартное отклонение всех этих трех переменных стало равно единичке. Это нам потом будет полезно. Вот. Мы оцениваем параметры модели и получаем вот такую табличку. В табличке в колонке Estimate, то есть оценка, стоят как раз оценки коэффициентов, которые находятся в уравнении регрессии перед соответствующей переменной. Например, вот это. Это αP, это у нас αG и это αI. Вот те самые αP, αG и αI. Дальше идет стандартное отклонение коэффициента. Ну, так как у нас коэффициент является некой... это все-таки статистика. У статистики есть свое распределение, у этого распределения есть стандартное отклонение. То есть вот это, грубо говоря, ошибка, с которой посчитан коэффициент. Вот. И также у нас для каждого коэффициента проверяется гипотеза о том, что данный коэффициент равен нулю. И в последней колонке стоит p-value для гипотезы. То есть в данном случае здесь у нас гипотеза в первой строчке, то, что наш свободный член, интерцепт, на самом деле равен нулю. Здесь у нас гипотеза проверяется о том, что αP равен нулю. Ну и так далее. Здесь у нас проверяется гипотеза о том, что αI равен нулю. Как мы можем видеть, p-value в первых трех строчках очень маленький. Настолько маленький, что гипотеза H0 не может быть принята даже на уровне значимости 0,001. А для дохода у нас гипотеза о том, что коэффициент αI равен нулю принимается. То есть принимается гипотеза о том, что на самом деле наш индекс не зависит от переменной дохода. Показателем качества нашей модели является коэффициент детерминации. На английский переводится как r², то есть r². И он показывает то, какую долю в дисперсии независимой переменной объясняют наши зависимые переменные. То есть дисперсия переменной индекс, она на 68% объясняется переменными населения, ВВП и доход. И на оставшийся, сколько там у нас получается, 37,85% она объясняется дисперсией вот этого вот случайной добавочки. То есть на самом деле наша модель практически на 70% наши независимые переменные объясняют зависимые переменные. И в целом это неплохо. Теперь давайте тестировать модель на то, а вообще удовлетворяет ли она предположениям модели линейной регрессии. Сперва проверим на мультиколинеарность. На мультиколинеарность можно проверять несколькими способами. Ну, во-первых, мы можем просто посмотреть табличку корреляции. Для того, чтобы модель не была мультиколинеарной, нужно, чтобы независимые переменные не коррелировали друг с другом. Как мы можем видеть, доход и ВВП достаточно существенно друг с другом коррелируют. А вторая метрика, по которой можно посмотреть на мультиколинеарность, называется Variance Inflation Factor. И, в общем-то, оно считает значение VIV для переменной тем больше, чем больше данная переменная обуславливается другими переменными. В общем-то, про это можно рассказать в отдельной лекции, но, грубо говоря, если у нас VIV больше, чем 2,5, то, значит, данная переменная сильно взаимодействует с какими-то другими. Не нужно с этим что-то делать. Идеальное значение VIV – это единичка. То есть, если VIV равняется единичке, значит, переменная вообще не взаимодействует ни с какими другими переменными, и это хорошо. Как мы можем видеть из таблицы корреляций, в модели присутствует существенная мультиколинеарность между ВВП и доходом. Ну, это на самом деле логично. Где выше ВВП, там и доход, собственно, должен быть выше. И наоборот. Какие есть способы борьбы с мультиколинеарностью? Во-первых, если у нас есть несколько факторов, которые, по сути, описывают примерно одно и то же, то можно просто некоторые из них удалить и оставить только те, которые… Ну, например, в нашем случае мы можем удалить доход и оставить только ВВП. Второй способ – это можно понижать размерность пространства. Для этого используется метод главных компонентов, факторный анализ, но это уже совсем другая история. Итак, мы выкинем наш доход и будем строить модель теперь без него. Модель без дохода будет немножечко проще. Выглядеть она будет вот так. Оценка параметров модели нам дает вот такое вот значение параметров альфа-П и альфа-Ж. Как мы можем видеть, коэффициент детерминации изменился не сильно, он уменьшился только на 1%. Это говорит нам о том, что выбрасывание из модели переменной доход, в общем-то, никак не повлияло на предсказательную способность нашей модели. На то, как хорошо наша модель описывает реальность. Если мы посчитаем variance inflation factor теперь, то мы увидим, что и для населения, и для ВВП он близок к единице. Это хорошо. Мы, значит, радостно идем проверять следующие условия применимости модели регрессии. Вот здесь можно видеть уже подставленные значения в нашу модель. Мы должны проверить, что выполняются условия гомоскедастичности остатков и проверить, что на остатке у нас распределены нормально. Одним из тестов на гомоскедастичность является тест Бройша-Пагана. Нулевая гипотеза в нем заключается в том, что остатки гомоскедастичны. Так как у нас p-value достаточно большой, но точно больше 0,05, то на уровне значимости 0,05 гипотеза о гомоскедастичности не отвергается. То есть, в общем-то, похоже на то, что наши остатки гомоскедастичны. И тест на нормальность остатков. Используем тест Шапира-Вилка. И у нас получается, что p-value существенно больше 0,05, и значит гипотезу о нормальности остатков мы также не отвергаем. Ну и заодно можно посмотреть на графики гистограмму распределения остатков. Действительно, она очень похожа на нормальную. В общем-то, из этого мы можем сделать вывод, что наша модель хорошая. Вот этими тестами, которые мы сейчас делаем, классический подход дедуктивной статистики отличается от подхода машинного обучения. Потому что когда модели регрессии используются в машинном обучении, от них требуется, чтобы по ним можно было хорошо предсказывать значение независимой переменной. Поэтому там подход-то очень простой. У нас есть большая выборка. Мы делим ее на две части. На обучающую и на тестовую. На обучающей выборке мы вычисляем параметры нашей регрессионной модели. А потом на тестовой выборке считаем коэффициент детерминации. Ну и смотрим, насколько хорошо наша модель предсказывает параметры из обучающей выборки. Если она делает это хорошо, то мы говорим, что для всей генеральной совокупности наша модель будет вот с таким вот качеством работать. И нам абсолютно безразлично, какие там гауссовские остатки, линии гауссовские, гомо- или гетероскедастичные. Нас это не интересует. Нас интересует в чистом виде предсказательная способность моделей. Но когда мы делаем статистический анализ, мы, во-первых, не разбиваем выборку на обучающую и тестовую. Особенно если у нас выборка не очень большая, нам это делать достаточно накладно. И, во-вторых, мы нашу модель используем не только для предсказания, но и для понимания и объяснения того, как взаимодействуют независимые переменные, как они влияют на зависимые переменные. Поэтому проверка применимости линейной модели, она нужна и обязательно. Итак, коль скоро мы построили хорошую регрессионную модель, и можем достаточно уверенно утверждать, что наш индекс зависит от населения и ВВП вот примерно вот таким образом. Мы можем посмотреть, а в какой мере каждый из факторов влияет на нашу зависимую переменную. Как это делается? Если предположения регрессии выполнены, то значит, что независимые переменные, они также не зависят друг от друга и не зависят от нашего шума. Значит, дисперсия индекса разваливается на сумму дисперсий по каждой из переменных плюс дисперсия нашей случайной добавочки. И мы можем посмотреть, а, собственно, какой вклад в вариацию индексов вносит каждая из наших переменных. Так как мы переменные нормировали, то дисперсия популяции равняется единичке, и дисперсия ВВП также равняется единичке. Вот. Как мы знаем, константа за знак дисперсии выносится с квадратом, и 1,4191 в квадрате – это будет приблизительно 2,223. То есть, вклад в дисперсию индекса, который обеспечивает население, будет равняться 2,223. И вклад в дисперсию, который обуславливает ВВП, он будет равняться 1,59. И вклад в дисперсию, который делает все остальные мелкие случайные факторы, которые у нас обозначены буковкой эпсилон, будет равен 1,513. Итого, полная дисперсия индекса, она будет равняться 2,223 плюс 1,59 плюс 1,513. Но стоит понимать, что это в предположении, что население и ВВП и эпсилон друг с другом не коррелируют совсем. Ну, на самом деле у нас выборочная корреляция населения и ВВП, она немного отличается от нуля. Если мы помним, она равняется минус 0,19. Но мы приняли гипотезу о том, что она равна нулю. То есть, если вы вот эти числа просуммируете, это будет чуть больше, чем получившаяся выборочная дисперсия индекса. Но как бы для нас это не имеет большого значения, потому что мы проверили все гипотезы, и решили, что не коррелируют. Ну, потому что здесь должна еще вычитаться корреляция. В общем, должна вычитаться ковариация населения и ВВП. Но мы сказали, что это 0. И, собственно, поделив каждую из частных дисперсий на общую дисперсию индекса, мы можем посмотреть, какую же долю в совокупной вариации индекса у нас составляет каждая из наших трех частей. И мы можем увидеть, что на 41,8% индекс поддержки Навального обуславливается количеством населения в регионе. На 29,8% он обуславливается ВВП. И на 28,4% он обуславливается всеми остальными факторами, которые мы не учитываем. Опять же, стоит помнить, что у нас здесь берется не изначальная популяция, а логарифм популяции. А здесь у нас берется единица делить на ВВП степенью 0,8. То есть, на самом деле, мы для вот таких вот переменных все это делали. Ну, просто не нужно об этом забывать. Когда, например, вы начнете использовать эту модель для предсказания значения индекса Навального, то нужно сперва произвести преобразование переменных. Таким образом, такая достаточно простая модель, как модель линейной регрессии, позволяет делать достаточно уверенные и обоснованные выводы о том, как в нашей жизни все связано между собой. Если проделать все то же самое для ненациональных регионов, то неожиданно выяснится, что для них вклад ВВП не имеет практически никакого значения для индекса. Поэтому для них итоговая модель регрессии получается вот такая. То есть, она зависит только от населения и случайной добавочки. И вклад переменных у нас будет, соответственно, население будет 0,985, ее вклад в дисперсию, и эпсилон 0,4. И таким образом, индекс поддержки Навального в ненациональных регионах на 71% обусловлен исключительно населением региона, количеством людей, которые в нем живет, и на 29% обусловлен прочими случайными факторами. Почему так происходит? Почему индекс поддержки Навального в национальных регионах сильно зависит от ВВП, а в ненациональных он от него не зависит вообще? С этим пускай разбираются социологи. Но мы как статистики уверенно можем говорить, что вот такая зависимость есть, и можем даже в цифрах показать эту самую зависимость. Ну и коль скоро у нас для ненациональных регионов модель зависит всего лишь от одной независимой переменной, то это можно красиво ввести на графике. Как мы уже видеть, действительно, диаграмма рассеяния для различных регионов, она укладывается очень хорошо вдоль одной прямой. Хотелось бы в конце еще раз заострить внимание на паре, как мне кажется, важных моментов. Момент первый – это то, что модель регрессии – это модель очень простая, а простые модели, они применимы в очень большом количестве случаев. И второе – если применять модель регрессии корректно, с проверкой всех предположений модели регрессии, то ее можно использовать не только для прогнозирования, но и для того, чтобы делать достаточно основательные выводы о предметной области, которую мы исследуем. Ну, либо об объекте, который мы исследуем. Несмотря на свою простоту, эта модель используется в очень серьезных исследованиях. Например, есть такая штука, как World Happiness Report, это ежегодный отчет об уровне счастья в мире. В нем авторы пытаются понять, собственно, чем обусловлено различие в уровне счастья, в уровне ощущения гражданами счастья в различных странах. Зависимой переменной в данной модели является уровень жизненных оценок или уровень благополучия человека, для вычисления которого используется так называемая лестница Кентрила. Лестница Кентрила – это один простой вопрос. Вот представьте себе лестницу из 10 ступенек, нижняя ступенька – это самая худшая из возможных для вас состояний, а верхняя ступенька – это самая лучшая. И скажите, пожалуйста, на какой ступеньке, как вам кажется, вы находитесь сейчас по уровню своей жизни? В каждой стране опрашивается от одной до нескольких тысяч респондентов, и усредненный показатель их жизненных оценок является, собственно, уровнем жизненных оценок в этой стране. Например, в Финляндии он находится где-то вот здесь, почти что 8. Например, в России он у нас находится где-то на уровне 5,5, а в Афганистане он находится на уровне 2,5. Независимыми переменными в данной модели являются следующие. Это уровень социальной поддержки, который включает в себя поддержку от государства и поддержку, в принципе, от людей, живущих вокруг. ВВП на душу населения. Средняя ожидаемая продолжительность здоровой жизни. Уровень свободы. Не знаю, как он измеряется. Generosity – это на русский можно перевести как благотворительность, либо великодушие. Ну, то есть там вопросы про то, когда мы в последний раз кому-то что-то жертвовали. И уровень восприятия коррупции. И в своей модели они показывают, что в целом на 75% ощущение человеком счастья объясняется вот этими вот шестью переменными. Вклад каждой переменной считается аналогично тому, как мы с вами видели. Например, вклад в социальные поддержки составляет около 33%. Ну, здесь надо понимать, что 33% – это не всего, а только от вот этих вот 75%. То есть от объясненной вариации. ВВП составляет четверть. Продолжительность здоровой жизни составляет 20%, которая здесь не видно, потому что я пытался цвет подобрать под вот эту вот штуку. Свобода на 13%, на 5% благотворительность и на 4% коррупция, он объясняет. То есть на самом деле уровень коррупции в стране – это не то, что делает людей счастливыми и несчастными. А вот то, насколько человек себя чувствует безопасно, выходя на улицу, или то, насколько он уверен в том, что случись у него беда, ему протянут руку помощи либо государства, либо прохожие на улице, это достаточно серьезно образом влияет на его уровень жизненных оценок. Ну, естественно, то, насколько хорошо он кушает и вообще живет в достатке. И, собственно, здоровая жизнь, она только 20% объясняет. В общем-то, независимые переменные, выбранные в этой модели, можно и критиковать. Она очень хорошо описывает европейские страны, не очень хорошо описывает азиатские и латиноамериканские страны, потому что, например, практически все азиатские страны на этой модели, они менее счастливы, чем должны бы вроде бы быть, согласно этой модели. А латиноамериканские страны, наоборот, поголовно более счастливы, чем предсказывает данная модель. Ну и они там пытаются это по-своему объяснять. Тем не менее, как вы можете видеть, модель ленинной регрессии используется для попытки ответить на фундаментальные вопросы бытия, и в какой-то мере у нее даже это получается. На этом благодарю вас за внимание. Всем пока!